Итоги уходящего четверга Соблюдение правил равно безопасные каникулы В Беларуси увеличилось количество детских травм Запрещено баловство, запрещено нырять, прыгать, сплав средств Но что еще стоит обратить внимание родителям На страже исторического наследия В городе презентовали библиографический указатель об Абруйской крепости Выделили основные такие темы, то есть начало строительства, как крепость строилась О чем он расскажет А также кадровый день, экспортные показатели и фестивальный марафон До Славянского базара остается меньше недели, кто хедлайнер Новое назначение Президент принял ряд кадровых решений Так сменились руководители в Белспецвнештехнике, Госкомитете по науке и технологиям И Департаменте государственных знаков Министерства финансов Плюс новоиспеченные председатели районов Витебской, Гомельской, Гродницкой, Могилевской и Минской областях Александр Лукашенко обратил внимание Нынешняя уборочная для многих настоящий экзамен Для его успешной сдачи необходим сплав опыта, коммерческого и творческого подхода А также железная технологическая дисциплина Тогда и продовольственная безопасность в стране гарантирована Еще одна острая тема – борьба с тунеядством По отношению к безработным действуйте так, как вы примете решение на исполкоме районного совета Они все должны быть заняты Ибо потом мы будем тратить огромные деньги для того, чтобы их заставить не просто работать А в чувство привести Правоохранительные органы будут тратить огромные деньги И вы посмотрите, основные тяжелые преступления Тяжелые преступления совершаются в нетрезвом состоянии, в основном безработными Обратите на это внимание Создайте им рабочие места, если их нет Хотя я уверен, что сейчас рабочих мест достаточно в любом районе И заставьте каждого работать Сегодня же Александр Лукашенко провел встречу с председателем Палаты представителей Владимиром Андреевичем Обсудили законодательную деятельность К слову, в ходе прошедшей восьмой сессии депутаты рассмотрели 60 законопроектов Это изменения в гражданские и уголовные кодексы, новая редакция кодекса земли и другие документы Еще одна важная работа парламентариев – приведение законов в соответствии с новой конституцией Невнимательность на дороге, на перекрестке Интернациональной и Октябрьской произошло ДТП Его участниками стали ФИАТ и маршрутные такси Ориентировочная авария случилась в 11.55 Первый при повороте налево не убедился в безопасности действия Мерседес же двигался прямо и не успел избежать столкновения Итог – итальянец врезался в столб, он отправится на кладбище машин, а микроавтобус отделался побитой фарой В результате ДТП никто не пострадал, по факту ДТП проводится проверка Госавтоинспекция напоминает – будьте внимательны на дорогах, выбирайте верную скорость движения и правильно оценивайте обстановку Золотой успех – первый съезд экономические показатели Беларусь экспортирует продукцию в 142 страны мира Каково торговое сальдо республики? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Экономическая реальность диктует производителям изменения условий работы Сегодня многие предприятия работают на совершенствовании экспортной стратегии Выстраивают новые цепочки доставки продукции и открывают рынки сбыта Так, сейчас белорусская продается в 142 странах мира И несмотря на торговые припоны, за 4 месяца внешнеторговая сальдо страны составила более миллиарда долларов В канун столетия адвокатуры в Минске состоялся первый съезд специалистов Главные темы – определение новых направлений развития и усовершенствование работы Сегодня эта структура – одна из наиболее авторитетных в стране Она объединяет более 1800 человек Оказание помощи, защита конституционных прав и свобод – основные принципы в их работе В Хабаровске продолжается открытый чемпионат России по тяжелой атлетике Принимают в нем участие и белорусские атлеты В числе некоторых – об обручании Так, во второй день турнира серебряный призер Олимпиады в Рио Дарья Наумова Одержала уверенную победу в весовой категории до 76 килограмм Показав результат 228 килограмм по сумме двух упражнений Неделя до старта первых концертов на Славянском базаре Всего в Витебске ждут около 5000 артистов из 30 стран мира На главной сцене уже начался монтаж декораций Практически все билеты, раскупленные, остались единичные на выступлении Сергея Безрукова Елены Ваенге – звезд шансона Это уже 31-й по счету фестиваль Пройдет он с 13 по 18 июля Чтобы лето было безопасно С наступлением каникул в Беларусь увеличилось количество детских травм Безопотное времяпровождение порой приводит к печальным последствиям Чаще всего, когда школьники остаются без взрослых и предоставлены сами себе Почему именно любимая пора года наиболее травмоопасна, расскажет Карина Гуревич Солнце, вода и горячий песок В самом разгаре летние каникулы Беззаботное времяпровождение порой приводит к печальным последствиям Чаще всего, когда школьники остаются без взрослых и предоставлены сами себе Например, дома Электроприборы, газовая плита, провода и розетки Опасность подстерегает буквально на каждом шагу Открытые окна – еще одна актуальная и больная тема За шесть месяцев 2022-го только в Могилевской области с высоты упало пятеро детей Следователи призывают родителей не оставлять малолетних детей без присмотра Даже на непродолжительное время Все окна в квартире должны быть оборудованы специальными запирающими устройствами Это крайне важно для безопасности ваших детей Лето – горячая пора и для спасателей С первых теплых дней сотрудники ведомства напоминают ребятам о правилах безопасности Но особо важен здесь родительский контроль В противном случае не избежать трагедии Так, в конце июня в Бавруйске утонул 14-летний подросток Компания из пяти человек пошла купаться на Березину Несовершеннолетний оступился и ушел под воду В МЧС и родным ребята не звонили Позже тело обнаружили в 15 метрах от берега на глубине около трех метров На воде запрещено баловство, запрещено нырять, прыгать с плав средств Подплывать с каким-то плавательным средством Заплывать за буйки, за ограждения Ну и, конечно же, бояться переохлаждения Нужно дозированно купаться, выходить на теплый свежий воздух Для того, чтобы прогреться и чтобы не было судорог Дорога – еще одно опасное место За пять месяцев 2022-го с участием детей произошло 116 ДТП 119 ребят были травмированы, 6 погибли Вина во многом на взрослых Одни не досмотрели, другие были невнимательны за рулем Большинство происшествий происходят во дворах и частном секторе Стандартная ситуация – ребенок выскочил из-за стоящей машины А водитель просто не успел среагировать При пересечении дороги маленького ребенка нужно крепко держать за руку Не за ладошку, а за запястье Чтобы ребенок не мог вырваться и самостоятельно пересечь проезжую часть Чтобы лето было безопасным для вашего ребенка Расскажите ему эти простые правила Необходимо носить головной убор в жару Не есть неизвестные ягоды и плоды, которые растут в лесах и парках И ни при каких обстоятельствах не брать что-либо у незнакомых людей Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 История в книжном переплете В Краевическом музее прошла презентация нового библиографического указателя Бобруйской крепости Авторы – Светлана Калюта и Татьяна Голубева На 330 страницах можно найти стихотворения, легенды о крепости, карты-схемы, иллюстрации с видами зданий и сооружений Всего 12 разделов Первое издание увидело свет в 2012-м, 200-летию возведения цитадели За 10 лет удалось отыскать новые сведения Мы здесь, значит, выделили основные такие темы То есть, начало строительства, как крепость строилась Потом, как, значит, Великой Отечественной войны с начала 12-го года Декабристы отдельно, можно прочитать, вот глава Глава посвящались комендантам города Тираж книги составил более 100 экземпляров Символично вышла она в год 635-летия Бобруйска И стала подарком для жителей города, а также любителей истории Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok